Некогда болеть, впереди большие проекты, рассказывает министр молодежного правительства Самарской области Александр Волков. Пока за спиной нового коллектива только елка желаний, но работа уже набирает обороты. И без иммунитета тут не обойтись. Что такое вакцинация, Александр знает не понаслышке. Он уже прививался, а сейчас настало время для повторной процедуры. Говорит, вакцинацию переносит хорошо, и благодаря ей ни разу не болел коронавирусом, чего не скажешь о близких. У меня и родители переболели, и бабушку сранила я не так в прошлом году буквально тоже от коронавируса. Так что меня болезнь, скажем так, сильно потрепала. Я решил, что нужно все-таки сделать прививку. Это большая очень ответственность не только перед собой, но и перед своими друзьями, родственниками, перед остальным обществом. По словам медиков, тем, кто еще не привился, крайне важно не затягивая пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, не дожидаясь подъема заболеваемости, который прогнозируют эпидемиологи в связи с распространением нового штамма омикрон. Тем, у кого с момента первичной вакцинации прошло полгода, рекомендуют вакцинироваться повторно. Для этого подходит любая из зарегистрированных в России вакцин. В Самарской области они имеются в достаточном количестве. Для удобства жителей прививочные кабинеты организованы не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Там можно избежать очередей и лишних нежелательных контактов. Так как заболевание вирусное, и иммунитет с помощью вакцины вырабатывается не на всю жизнь, а на какой-то промежуток времени, выработана тактика, что каждые полгода – это тот период, который помогает поддерживать достаточное количество антител в организме, которые препятствуют развитию в развернутой форме данного заболевания. Не стоит пренебрегать и мерами профилактики. Даже после вакцинации нужно соблюдать масочные режимы, социальную дистанцию. Это также создает заслон для инфекции. Виктория Шарая, События.